Я с кем не ладил и кого любить. Это энергичный танец. Девушку я встретил, только по 17 лет, а мне уж 20 лет. Миллионам зрителей, которые смотрели картину Афоня, запомнилась актриса, сыгравшая роль немногословной, но привлекающей к себе внимание томной женщины по имени Людмила. Чего только стоит ее фраза. Это энергичный танец, после которой она пускается в пляс, а герой Леонида Куравлева весьма обескуражен таким напором и пытается составить ей компанию. Надо отметить, что примечательна героиня именно своими большими и необычными формами. Чтобы увеличить бюст, ей костюмеры подложили крупу и по-особому завязали бюстгальтер. Итак, сегодня мы хотим рассказать о Татьяне Распутиной, которая сыграла эту роль в 32 года. Будущая актриса появилась на свет в городе Калинин. Ныне он называется Тверь. В детские годы она часто выступала на школьных концертах и читала монологи, да так, что в зале стояла полная тишина. Ну а когда пришло время определяться с профессией, Татьяна без всяких сомнений поступила в ГИКИС, а по окончании устроилась работать в Московский театр юного зрителя. До своей известной роли в Афоне она успела сняться в многосерийном фильме «День за днем», где сыграла старшую сестру Антонину. Кстати, песню «Стою на полустаночке», которая впервые прозвучала в этой картине, написал ее муж, композитор Илья Катаев. Ну а после Афоне она появилась в картине «Мимино», где предстала в образе интеллигентной дамы, танцующей лезгинку. Последний раз она снялась в 89-м году в картине «Зима в раю». И это была ее единственная главная роль. В начале 90-х годов ее муж захотел переехать в Штаты, и Татьяна поехала с ним. Композитор думал, что он будет там востребован, но это оказалось не так. Татьяне также продолжить карьеру не удалось, но супруги с помощью таких же эмигрантов, как и они, смогли устроиться на русскоязычное радио «Надежда». Они вели много авторских программ, где читали стихотворения и рассказывали про искусство и театр. Проживали они недалеко от Нью-Йорка. В 2000 году Татьяна Леонидовна тяжело заболела и умерла в 2003 году. Ей было 60 лет. После нее осталось множество кассет с записями стихов, которые она читала просто блистательно. Их дочь Екатерина, которая проживает сейчас в Москве, рассказала, что прах матери перевезли на родину в Россию. Отец же не хотел возвращаться из Америки, но поддался на уговоры дочери и вернулся спустя год. Он пережил свою супругу на 6 лет. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, помните ли вы героиню Людмилу из фильма Афони с ее зажигательным танцем?